Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем вводить пшеничную закваску для хлеба. Нам понадобится 200 грамм муки высшего сорта с содержанием белка 10-12 грамм на 100 грамм, 50 грамм сладкого фрукта, я использовала яблоки. Итак, если яблоки домашние, то мы их не очищаем. Магазины я очистила от кожуры, потому что их обрабатывают химией. Нарезаем на мелкие кусочки. Берем 100 мл сырой воды. Очень важно, чтобы вода была сырая, нам нужны бактерии. Лучше взять родниковую или крещенскую. Высыпаем туда нарезанные яблоки. Закрываем плотно крышкой и убираем в тепло на одни сутки для того, чтобы вода забродила. На следующий день наша водичка забродила. Из яблока получилась такая брашка своеобразная. Берем 30 мл получившейся браги. И смешиваем с 30 граммами муки. Можно смешивать руками, можно смешивать ложечкой, кому как удобно. Закваску перекладываем в чистую баночку. Для удобства в виде маркера можно надеть резиночку, чтобы видеть, как поднимается наша закваска. Закрываем крышкой и убираем в теплое место. На следующий день наша закваска забродила. Вот видите, у нее появились такие пузырики хорошие. Она поднялась и уже осела. Теперь переходим на двухразовое кормление. Каждые 12 часов. Для этого берем 20 грамм закваски. Добавляем туда 20 мл воды. Перемешиваем. И добавляем 40 грамм муки. Поскольку вначале мы часть закваски будем оставлять, остальное выбрасывать, то для того, чтобы не было большого расхода муки, я сделала соотношение 20 грамм, 20 грамм и 40 грамм муки. Вы можете измерять, как вам удобно, ложками, стаканами. Главное, запомните соотношение 1 к 1 и к 2. Так заместили такой густой кусочек теста, убрали его в баночку, закрыли плотно крышкой и оставили на 12 часов. Через 12 часов у нас, видите, поднялась заквасочка. И повторяем кормление. Так, 20 грамм закваски, плюс-минус 1 грамм, это не принципиально. 20 миллилитров воды и 40 грамм муки. Переходим на ручной замес и делаем твердый колобок из теста. Так будем кормить закваску с четвертый по седьмой день. На пятый-седьмой день закваска может замереть. Здесь нет ничего страшного, можно добавить чуть-чуть меда, либо цельнозерновую муку. Убираем его в чистую банку, закрываем крышкой и оставляем также на 12 часов. На восьмой день наша закваска готова, мы можем из нее готовить хлеб. Продолжение следует...